Село Карабак Баткенского района граничит с Таджикистаном. Оттого именно отсюда проезжает большая часть контрабанды. Местные жители от и до знают, по какому маршруту следует контрабандный груз. Однако, почему до сегодняшнего дня не предпринимались меры, неизвестно. «С той стороны лотка приезжает таджикская машина, с этой стороны автомобиль с кыргызскими номерами. Никогда на это внимание никто не заострял. Этот кустарный мост и служит инструментом для контрабанды». Подобные незаконные действия были прекращены после вооружённого конфликта 29 апреля. Теперь всю ситуацию народной дружины держат под контролем. После этого указом обл. администрации за дело взялись и правоохранительные органы. Были созданы мобильные группы. «Согласно распоряжению от 21 мая ведомствами ГКНБ, таможенной, налоговой, погранслужб и МВД были созданы мобильные группы для предотвращения незаконных перевозок между нашими странами». После того, как были созданы мобильные группы на границе с Таджикистаном, не зафиксировано фактов контрабанды. Народные дружины также на чеку. Ранее именно они фиксировали и распространяли в соцсетях подобные факты. «Вы сами видите, подобные факты высвечиваются в интернете. Некоторые граждане хотят даже сжечь фуры, проезжающие в Таджикистан. Из-за этого и были созданы подобные группы из представителей госорганов. Мы работаем, чтобы подобных фактов не произошло». Всего на границах с Таджикистаном и Узбекистаном работают четыре мобильные бригады. Председатель кабинета министров Улукбек Марипов также сообщил, что принято решение о полном прекращении движения на кыргызско-таджикской границе до тех пор, пока не будут решены определенные вопросы. Подобные решения направлены исключительно для скорейшего решения вопросов по делимитации и демаркации госграниц.